Приветствую вас и два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент – это, безусловно, компьютерные игры, то есть тут зависимость имеет место быть и нужно понять, почему она появилась и как с ней бороться, потому что она просто так вот вдруг не образовалась, что-то толкнуло человека на такой образ жизни и нужно понять, какие внутренние конфликты у него имеются, чтобы начинать бороться с этой зависимостью изнутри. Далее требуется ваша поддержка при параллельной работе с проблемой, требуется ваша поддержка в изменении его поведения во вне, то есть возможно придется избавиться от компьютера и от приставки, чтобы энергия реализовывалась, естественно, что человеку будет поначалу непривычно, очень. И, собственно говоря, в этом плане вам нужно терпение, выдержка, потому что мужчине будет достаточно сложно отучиться от зависимости. Но повторю, если изначальную проблему зависимости не исправить, то бороться с ней бесполезно, потому что так или иначе потребность, та, которая изначально была и изначально толкнула сеть компьютерных игр, она никуда не денется и она постоянно будет о себе напоминать, и как бы вы ни боролись, мужчина все равно будет желать играть и у него не будет решен этот конфликт. Второе, о чем нужно сказать, это то, что вам безусловно как женщине необходим свой уровень, внимание, свой уровень, заботы, ласки, любви и тепла, если мужчина вам этого не дает, то логично, что вы будете искать это на стороне, логично, что вы будете делать это с тем, кто даст. И об этом нужно мужчине откровенно заявить, сказать, что дорогой, не прости, но я хочу чего-то, если не даешь мне этого ты, игрушку не даешь мне купить, секс-игрушку, то прости, значит, я тогда буду получать это на стороне. И если мужчина действительно вам это раздельно, он просто как бы запутался, то это его отрезвит, страх потерять вас его отрезвит, вы можете даже этого не делать, но именно страх потерять вас поможет ему лучше понять, поможет ему лучше осознать, что вы от него отдаляете. А пока вы это терпите, пока вы идете на поводу у его желания, у его желания, то естественно у него стимула меняться и нет. То есть вот примерно в таком ключе, в двух направлениях, в двух сферах вам и нужно работать. И нужно понимать, что без этого никуда не деться, потому что у вас есть свои потребности, и они потребности действительно нужно удовлетворять. И мужчина, как бы не случая вас, не принимая во внимание ваши просьбы, ну он просто-напросто не является полноценным партнером ваших отношений, и не удивительно, что вы хотите другого мужчину, не удивительно, что вы хотите иметь подброс, потому что вам нужно ощущать себя желанно, ощущать себя любимым. Это естественная потребность. И об этом нужно сказать мужчине, что прости, дорогой, но если ты мне не даешь чего-то, то я буду искать того, что он мне даст. При этом мне это не значит, что я тебя не люблю, я тебя по-прежнему люблю, но потребности мои они никуда не делятся, а ты мне их не даешь удовлетворять, ни сам, ни с помощью игрушки. На этом все, я думаю, что вы лучше теперь осознаете, в какую сторону вам нужно двигаться и, соответственно, будете следовать на пути решения проблемы. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.